Здравствуйте! В прошлом ролике мы обещали немножко рассказать про этот замечательный куст. Я не знаю, я лично такой в садах увидел впервые, хотя достаточно много сейчас езжу по садам и сам увлекаюсь садоводством. Издалека можно подумать, что это обычный горец дальневосточный, вот это вот рейнутрия, такой сорняк жуткий, который многие неопытные садоводы тащат к себе на участок, а потом не могут избавиться, потому что он жутко разрастается. Но это что-то другое, Наташа? Нет, это горец изменчивый, да, это горец изменчивый, он абсолютно устойчив, он растет уже, вот конкретно в этом месте у меня, наверное, лет 7, и вот как ты видишь, это один куст, он не разрастается. То есть он не сорнячит? Нет, абсолютно, он не сорнячит, и в силу своей, так сказать, основной профессии я ищу какие-то топовые растения, у которых бы декоративность была 100% в течение всего вегетационного периода. Так вот это вот в десятке лучших, наверное, растений для нашего, для нашей зоны, потому что он отрастает, и он будет у вас декоративный до, наверное, да, собственно, наверное, даже и до весны. Если вы его оставите на зиму, он тоже будет смотреться очень интересно, потому что габитус, сам видишь, очень такой массивный. Он идеально круглый, и это вообще просто идеальный куст, потому что многие ищут вот куст, который не надо, во-первых, стричь, который держит идеальную высоту, а он достигает одинаковой высоты и остается такой, и который сразу декоративен. То есть если мы сажаем такой куст, он сразу же большой, по крайней мере, по высоте. Да, там пару лет ему нужно прийти в норму после пересадки. Я тебе больше того скажу, мне он даже нравится еще как бы сильнее, когда он отцветает, потому что у него соцветия приобретают такой очень изысканный медный оттенок, и мне даже это более симпатично. Немножко розоватый такой получается. Да, да, да. Издалека можно, наверное, спутать даже с гортензией. И запах, слушай, совершенно обалденный запах. Запах просто чистый мед, как будто бы вот банку с медом нюхаешь. Пчелы очень любят его. То есть если у кого-то пчелы, то есть это хороший медонос еще добавок. То есть это еще и хороший медонос. Но это тоже родственник, это же тоже гречиха. Ну, по сути, это горцы, да. Да, это все горцы, это все гречихи. И, ну вот, есть размножительные, потому что, ну, у меня шкурный свой интерес, и я хочу у тебя вариант подкопать кусочек к себе в саду. Вариант не подходит, я тебе сразу говорю, потому что не ты первый просишь, уже соседи тоже подходили. Я даже пыталась как-то там весеннее черенкование зелеными черенками, не получается. Но, Андрей, у меня же посеялись они. Получился самосев. То есть вот эти вот семена завязываются? Ну, где-то, да, я, видимо, там что-то не убрала, и получился самосев, поэтому есть, да, парочку. Ес. В общем, у меня будет такая замечательная гречиха. Скажи еще раз правильное название, мы потом вам его обязательно тоже подпишем. Полигоном, полиморфом. Замечательно. Надеюсь, что если он вам встретится, вы обязательно приобретете это растение или поищите сеянцы, которые... Нет, они бывают в садовых центрах. Я встречала это растение, то есть это можно купить, достаточно, кстати, спокойных денег оно стоит. Отлично, да. Ну, это же все-таки трава. Конечно, это травянистый многолетник. Травянистый многолетник. Зимой это будет все уходит в ноль, а весной это быстро все отрастает. А отрастает он как быстро вообще? Вот с весны он достигает такого размера. Вот сейчас середина, конец июня у нас. Я бы сказала, ты знаешь, наш северный бамбук. То есть растет очень быстро. Очень быстро. Да. Отлично. То есть в первую прополку, его не выпалешь случайно? Нет, нет. У него хорошие листья. Да. Вот этот цветет он достаточно долго. Где-то месяц он, наверное, цветет, а потом вот уже вот это вот хороший, после такой, после цветения цвет. Наташа, слушай, я тоже хотел похвастаться. Я тебе тоже привезу. У меня, правда, нет сеянцев, но у меня зато неплохо делится мой куст. У меня есть горец растопыренный. Это совершенно другого типа горец. Он вырастает, наверное, ну метр шестьдесят высотой. Но это очень красивый фонтан, потому что у него соцветия торчат не вверх. Они немножко такие поникающие, кружевные белые. При этом сами стебли красные. Замечательно. Листья зеленые, стебли красные, беленькие, очень красивые такие соцветия. Тоже очень замечательный горец. И вообще, я всем рекомендую немножко приглядеться к этому семейству. Среди них встречаются очень интересные растения. Так что горец растопыренный. Мы тоже рекомендуем. Фотографию своего сада я потом приложу. Замечательно. Жду. А тебе сеянец? Или не сеянец? Отделенку. Отделенку. Замечательно. В общем, всем рекомендую. Надеюсь, что я не зря обратил внимание на это растение. И этот ролик кому-нибудь пригодится. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»